Детские площадки, парковки, уличное освещение и даже асфальтирование дорог. Все это смогут получить несколько северодвинских дворов. Их жители проявили активность и сумели попасть в федеральную программу по формированию комфортной среды. Сегодня на встрече в администрации говорили о перспективах, которые может получить Северодвинск от активности горожан. 40 миллионов рублей получит Северодвинск на благоустройство дворов и улиц. Город стал участником федерального проекта формирования комфортной городской среды. На рабочей встрече в администрации Северодвинска рассказали, желающих попасть в программу 15 дворов, но в программе будут участвовать только 8. В Архангельскую область направлено 234 миллиарда, без копеек. Эти деньги направляются на условиях софинансирования. Софинансирование 15 процентов. Это 42 миллиона. Эти деньги в основном бюджете предусмотрены. Не только дворов, но и других городских территорий. На встречу из Москвы прибыл член рабочей группы по потенциальным проектам комфортной среды. Он назвал Северодвинск красивым городом и призвал горожан объединиться, чтобы сделать его еще красивее и комфортнее для проживания. Какие-то элементы деревянной застройки могли бы остаться. Может быть, не хватит денег на то, чтобы скинуться и создать фонд сохранения этих деревянных домов. Но, может быть, достаточно будет хотя бы обозначить свой интерес. Есть какие-то средовые элементы, которые важно не потерять. На сегодняшней встрече председатель ТСЖ «Малая Кодьма-8» поделилась положительным опытом. Их двор попал в программу. Если заинтересовать жителей дома, то к делу они подойдут осознанно. Впрочем, простой инициативы мало, придется немного потратиться на проект. Безусловно, нужны средства, то есть какие-то вложения от собственников многоквартирных домов. И заказать проектантам, чтобы они разработали проект согласно вашему заданию. У нас проект разработался в течение нескольких лет и дорабатывался. И мы хотим благоустроить свой двор как для детей, так и для взрослых. Ориентировочно на благоустройство двора на «Малой Кодьмы-8» потребуется 1 миллион 340 тысяч рублей. Уже скоро здесь могут появиться детские спортивные площадки и зона отдыха для взрослых. 2017 год пилотные напомнили в администрации. От активности горожан напрямую зависит, получит ли Северодвинск деньги в последующих годах. Елена Стеканова, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.